Прошли уже сутки, но страшную трагедию в Белозерске, небольшом городке, кажется, обсуждают все. Вот так, в одно мгновение не стало пятерых человек. Наталья едва сдерживает слезы и до сих пор не может поверить, что в той машине погибли два близких ей человека. Крестница и ее маленькая дочка. Крестница крестила эту девочку. Маша в школу ходила. Ира работала здесь, в дискаунтере у нас. Хорошие, молодые, красивые, жизнерадостные. Никто не думал, что так все получится, понимаете? Это все в одну минуту так получилось. Соседи рассказывают, что все из компании, бывшие коллеги, работали в одном магазине. Собрались на даче, чтобы отметить купалье. Взяли с собой детей. Праздник растянулся на все выходные. И только в воскресенье к обеду стали разъезжаться по домам. Ну извините, по этой дороге скорость развивать. Здесь максимум 20-30 километров. Какая-то была у них потасовка. А потом опять дальше пили. Ну и уже эти женщины захотели домой, вызвали своего знакомого водителя, чтобы он привез их. Дорога к дачам ведет вдоль технического канала. Пешком до города далеко попросили подвезти знакомого. В семиместной машине ехала компания из 10 человек, в том числе дети. Это то самое место, где произошла трагедия. Участок вполне просматривается. Внедорожник ехал со стороны дач. Перед водоемом дорога отчетливо уходит влево. Но пропустив перекресток, машина буквально влетает в воду. С какой скоростью мчал автомобиль? Пытался ли водитель затормозить? Сейчас у следствия много вопросов. По словам очевидцев, машина ехала настолько стремительно, что сразу скрылась под водой. Выбраться смогли лишь пятеро взрослых. Остальные это брат и сестра 4 и 9 лет. Еще одна 9-летняя девочка с мамой и 21-летний парень погибли. Их доставали спасатели. Я считаю, что это что-то вообще случилось с человеком. Как можно по прямой улететь в канал? Тут повороты везде проехал. И поехал в канал. Я только шофер этого маму знала. Она умерла, ей нету. Хорошая интеллигентная семья была. А он вроде бы какие-то бестолковые, говорят. В числе спасенных водитель автомобиля. Мужчине 31 год. За руль определили эксперты, сел пьяным. И это не впервой. 10 лет назад его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В проведенном освидетельствовании установлено наличие в выдыхаемом воздухе паров оттилового спирта в концентрации 1,4 промилле. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Понимала ли компания, что садиться в машину к нетрезвому человеку был ли шанс на спасение детей? В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Завтра в главном городском храме по погибшим пройдет служба. На этот же день назначены и похороны. Ирина Никитина, Юрий Титов, Андрей Александров. Наши новости. Брестская область.